всем привет доброго времени суток продолжаем эпопею делаем инструмент предыдущие видео увидели испортил я два напильника были хорошие напильники и получились шлепалки чуть разнообразить мне принесли вот такой маленький кусочек это за зеля 12 миллиметров вот 75 и вот тоже самое мои ковырял очки кузовное все с вазика за 69 простонародье из козла плечевской ресурки не было поэтому я думаю с такой мы сделаем пару шлепалок размер 44 миллиметра длина тут 56 будем делать шлепалку такой же как делал автореаниматор только он делал с москвичевской а мы сделаем за 69 у нас это ресурок лепестковый круг абразивность 40 она покрашена микрокрасочкой нам это не нужно бережем свои глаза поехали она у нас ржавенькая уставшая будет вот такая зачищаем дальше переставляем опять и вычищаем дальше вот она наша заготовочка вот в этом месте коррозия проела больше чем в остальных местах вот как раз здесь самое почище надо вот так отрезать и начнем гнуть с ручки я так для себя контуры наметил ручка загиб и вот здесь обрежем ее согнуть а потом сам биток или шлепалка кто как называет уже буду обрабатывать сейчас берем микрошу и нем рисурку вот он наш волшебный чемоданчик вот этой вот тряпочная такая она мягкая это наш индуктор будет итак все мы настроили включили поехали дымок пошел такая побежалась пошла начинает греться минутка и все нагрелось гнем все первый загиб есть один загибчик мы уже сделали сейчас будем гореть второй делать нет ради интереса перриометр пошел дымок начинает слегка розоветь 300 градусов уже начинает розоветь я думаю что хорош нагрелась днем вот почему у меня раньше не было такой микроши тут можно было шлепалку вот такую согнуть правда по бестолковости согнул ровно не в ту сторону коленками назад но быстренько перегнул и так спасибо микроши спасибо автореаниматору согнул теперь будем резать пилить краить приборчик поработал все собираем на место все на хранение первоначально как говорится согнул так показалось мне что будет нормально ну как вы сами понимаете допустим нагреть перегнуть туда сюда вот сюда проблем нет никаких сейчас буду резать обрабатывать тут еще по ручке у меня вопрос я имею ввиду мне кажется вот такая ширины ручка не очень хорошо будет а может и хорошо будет в общем как я всегда и говорю к любому инструменту надо приспособиться обкатать его и потом сделать если это нужно какие-то корректировки надо теперь из этого куска железяки сделать инструмент ну или скажем осторожней прототип сделать инструмента ну вот лекала есть подбираем по размеру такой лайфхак маленький немножко зачистил закруглил вот эта плоскость у нас неровная она немножко вот так дугой поэтому надо ее вывести насколько это возможно аккуратно чтобы не было пропусков там ям вмятин и так далее вот эти края у нее под закругленные вот эту часть надо будет немножко вот таким образом загладить тоже сейчас все это делается на глаз приблизительно то что вот здесь допустим фрагмента не хватает это ничего страшного поскольку рабочая поверхность у нас которая мы будем работать вот это так что ничего страшного пока что вот так получается тут у меня магнитик вот есть поэтому легко и просто фиксируется и обрисовываются это все теперь надо проявить поверхность на предмет каких-то неровностей и набить плоскость как мы видим приблизительно по лоскости есть вот эти вот умятинки пропуске надо устранить чтобы была ровная плоскость вот они пробелы видны сейчас еще немножко доведу и потом буду понижать риску и опять делать плоскость а потом шлифовка полировка но все это в предыдущих видео уже было я думаю нет смысла повторяться просто когда я сделаю вот этот напильничек еще два сделаны до этого и потом их надо будет обкатать и посмотреть потом поделюсь своими впечатлениями вот у нас курочка восьмидесятка с напильником и как мы видим есть маленькие недоделочки но уже плоскость рисуется так как надо восьмидесятка сотка сто пятидесятка вот так с напильником проходим и потом ровняем сейчас я еще сниму как вот эти кромки под завалить легко и просто для того чтобы вот эти кромочки тоже под завалить чтобы они не бегали я беру вот так делаю и вот что у нас получается вот линии видны вот одна вторая это выступы здесь более-менее нормально значит здесь вот это еще надо чуть-чуть снять чтобы не было этих выступов плоскость вышкурил что надо сделал теперь заглаживаем курочка восьмидесяточка на машинке еще раз подглаживаем края и плавно начинаем убивать риску вот уже ближе к финишу уже шкурка 360 проверочка плоскости все везде закругляется туда куда надо здесь конечно есть немножко такие как крапинки не дотер я не до убрал ржавчинку но это ни на что влиять не будет плюс еще полировочка итог этой проверки все делается правильно как говорится верная дорога идете товарищи ну вот итог дабы не удлинять видео скажу что вот такой блеск это после 5 сотки вот такой рисунок сейчас немножко полирну вот этой пастой своей чтобы все мои забивалочки были в одинаковых условиях когда предоставится случай сниму отдельный тест чтобы показать и рассказать что к чему вот что получается где-то микропоры конечно присутствуют не без этого 10 раз увеличение как мы видим от шлифмашинки такие вот как оверлоги но это при большом увеличении с основной частью инструмента завершено сделал теперь надо подумать какую сюда сделать ручку как оказалось выбор у меня не особенно большой под такой размер есть только вот такая термоусадка ну как-то жестковато я думаю что еще один или два слоя есть смысл сделать вот 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 два слоя получше сделаем третий вот что получилось на выходе три слоя здесь термоусадки вот это добавляется вот к этим двум напильникам место ее пока будет здесь как у меня ход дойдет что-то буду рихтовать скажу свое мнение как этот инструмент работает что мне нравится что мне не нравится но исходя из того что вот я вот я вот так работаю в основном я вот так редко бью это когда забивать а это вот вот так работают и ребята прогрев занял ровно одну минуту смотрим что из этого получается зайдем с другой стороны а как вам такое прогрев ровно одна минута выключаем микросу работаем ну вот такая штучка у нас получилась ребят она еще даже вот здесь горячая здесь холодная я думал массировка дыр у многих ёкнуло сердце насколько легко и просто можно себе сделать гладилку из москвичевской рессоры это рессор от москвича ребят ну вот ну вот ребята в итоге вот такой паскрипт он у нас получился на каждый загиб микроши потребовался всего-навсего ну минута-минута двадцать секунд я дольше шлифовал и полировал вот этот кусок москвичевской рессоры те кто занимается пдр или просто рихтовкой да рихтовкой автомобиля не обязательно без покраски просто рихтовкой прекрасно знает что такое гладилка что такое рихтовочный напильник ну вот гладкий рихтовочный напильник для тонких работ пожалуйста то есть вещь красивая аккуратная симпатичная можно вполне вполне себе шлёпать вот одна из возможностей аппарата микроши при помощи которого можно делать вот такие замечательные вещи вот это газовой горелочки из баллончика ну уже никак не сделаешь да большим пропановым резаком или ацетиленом легко я согласен при наличии горной и так далее здесь все просто розетка 220 вольт получаем новые необходимые нам инструменты всем всем любителям поковыряться железками всем любителям новых технологий всем кому было просто интересно посмотреть на возможности индукционных нагревателей всем в общем как всегда вот такой огромный привет всем творческих успехов